Подобно многим семьям ленинградцев, моя семья образовалась здесь в результате приезда в город из разных мест и по разным обстоятельствам моих родителей. Моя мама приезжала сюда еще до войны к своему дяде, который по окончании Царицинского реального училища приехал и поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт, детища ВИТЭ, и стал инженером-кораблостроителем. Она приезжала к нему в ту уже ставшую в советское время коммунальную квартиру на улице Ломоносова, Чернышевом переулке, в которой суждено было родиться мне. Она тогда не предполагала, что ее судьба сложится таким образом, что в комнате, где она останавливалась у своего дяди, она будет проживать со своим сыном. Приезжала она сюда вместе со своей мамой, моей бабушкой, которая уже тогда поражалась тому, насколько в Ленинграде 30-х годов еще ощущалась атмосфера той уже ушедшей в провинции русской культурной, интеллигентной жизни, которая ассоциировалась для нее именно с той самой Россией, в которой прошли самые счастливые годы ее жизни, имея в виду годы ее детства, уточества и ранней юности. И надо сказать, что вот именно влияние моей бабушки, моей мамы, когда я уже родился здесь в 1958 году, во многом определило мое развитие. Ну а далее случилось так, что во время войны, когда вот моя мама, моя бабушка, мой дедушка, подобно всему населению Сталинграда, оказались оставленными в городе, брошенные в зону боевых действий, были обречены либо погибнуть, либо пережить кошмар вот этой страшной битвы, они остались в живых. В дне тогда произошло очень выразительное для нашей семьи событие. Ну, подобно всем жителям города, они уже лишившенные возможности жить в своих домах, разрушенных, сгоревших, ютились в подвалах, в землянках. И вот мой дедушка, уже немолодой человек, отправился за водой и, возвращаясь, был убит. Осколком снаряда ему оторвало голову. Вот эта смерть на глазах у семьи моего деда стала во многом символичным событием для всей нашей семьи. Я попытаюсь рассказать об этом, имея в виду то, что это во многом объяснить ту атмосферу, в которой я формировался с раннего детства. Дело в том, что мой дедушка происходил из очень интересной семьи, весьма почтенного жителя Царицына, купца, происходившего из московских старообрядцев, беспоповцев, но перешедшего в православие. В семье была очень живая, демократичная атмосфера. Но мой дед, которого прадед прочил в своей преемнике, представлял собой ту самую категорию купеческой золотой молодежи, которая мечтала просто весело и счастливо жить в той самой России, которая, казалось, будет всегда. Потом наступила гражданская война, революция, вернее, Первая мировая война. И он, живший тогда в Москве, проходивший практику у своего дяди, московского купца и учившийся, кажется, в коммерческом институте, предпочел поступить бухгалтером на один из военных заводов, чтобы получить бронь. Он избежал участия в Первой мировой войне, проводя время в ресторанах, у цыган, в опере. Надеясь, что эта жизнь продолжится навсегда. То же самое и гражданская война. Пребывание на военном заводе избавило его от этой необходимости. А потом, когда все уже закончилось, он вернулся в Царицын, у его отца не осталось ничего. И потенциальный преемник большого хорошего дела поступил работать на Советский завод, где он дорос до должности коммерческого директора к началу уже Второй мировой войны. Вся жизнь в семье моей мамы проходила в воспоминаниях об этом прошлом, в котором так было хорошо. У деда собирались его приятели, недорепрессированные и не уехавшие из Царицына. Они играли в преферанс, пели романсы, оплаковали ту жизнь, которую мой дед даже так и не попытался защитить. А моя бабушка несла в своем сердце память о другом человеке, а так и не ставшем ее мужем, но ставшей ее первой любовью к Деникинскому офицере. Действительно, когда она вот только закончила гимназию, началась революция, гражданская война, и после вступления в город Белых она познакомилась с капитаном Деникинским Иваном Георгиевичем Мурманцем, командовавшим бронепоездом «Орел». Я с ранних детских лет помню вот эти ее восторженные слова о ее вчерашней гимназистке, влюбившейся в молодого офицера. Ему было всего лишь 26 лет, но он уже занимал полковничью должность, командовал бронепоездом. Их роман продолжался недолго. Осенью 1919 года бронепоезд был переброшен на Украину, и вскоре она получила известие, что он погиб. Так я лишился человека, который мог бы быть моим отцом, моим дедом. Моим дедом стал другой человек, с другой судьбы. Но что объединило их? Объединило их следующее. Я уже сказал, что мой дед погиб во время Сталинградской битвы, случайно, от случайного осколка, погиб, причем в день Рождества Богородицы, 21 сентября 1942 года. А потом уже, через много-много лет, мой сын, будучи в Париже, в храме Божьей Матери, иконы Божьей Матери Знамения, на Аксельманс, вот в этом музее, которым когда-то руководил Андрей Дмитриевич Меман, обнаружил рассказ о том, как погиб командир бронепоезда «Орел» капитан Муромцев. Во время артиллерийской дуэли с советским бронепоездом ему осколком снесло голову. И произошло это 21 сентября 1919 года. Почти одинаковая смерть. С той лишь разницей, что мой несостоявшийся дед погиб в 26 лет, защищая Россию, который так было хорошо моему состоявшемуся деду, но который не удосужился защитить ее, который мечтал хотя бы в рамках семьи сохранить тот уклад жизни, который так был значим и дорог для него, и который все равно был обречен погибнуть. Вот почему часто в своих проповедях и лекциях я дерзаю говорить о том, что мы, живущие ныне в России, являемся потомками не лучших, а худших русских людей. Ибо у лучших русских людей дети либо они родились, либо они родились в изгнании. А рождались в Советском Союзе в основном дети у тех, кто либо историческую Россию разрушал, либо ее не защищал. И эта вина остается до сих пор, по сути дела, непреодоленной многими из нас и неосознанной. Вот это, так сказать, женская линия. Я хочу просто, чтобы довести до конца свой рассказ о попадании в Ленинград семьи моей мамы и бабушки, показать, что после того, как в Сталинград уже окончательно был взят немцами, и их население стало немцев вывозить, они оказались на одном из казачьих хуторов, где пережили оккупацию. Когда вернулись в разрушенный город, а надо сказать, что из 200 тысяч населения в Сталинграде оставалось всего лишь около 8 тысяч человек, но они были лишены всего. И вот в Сталинград приехал брат моей бабушки, который был с кораблестроительным балтийским заводом и курил из Ленинграда в Горький, вывез их в Горький. Показательная деталь той поры. Бабушка была бухгалтером, и брат предложил ей вступить на работу на кораблестроительный завод, на котором работал он, но нужно было заполнить в первом отделе анкету. Моя бабушка пошла обреченно заполнить анкету, где в графе, была ли она в оккупированной территории, написала, что была. Начальник первого отдела посмотрел и сказал, как так, вы же были в Сталинграде, а Сталинград не был сдан. Бежите заодно. И так она написала, что не была на оккупированной территории, была принята на завод. Советская пропаганда, в данном случае, оказалась, так сказать, действующей во благо ее судьбы. А брат умер от туберкулета в 44-м году, и так как у них не было ничего, кроме комнаты его здесь, они вернулись сюда. И так, совершенно неожиданно для себя, семья моей мамы, семья с такими давними царицинскими корнями, оказалась здесь, в Ленинграде, в хорошо знакомой, впрочем, для них квартире, на улице Ломоносова. Что касается моего отца, то у него была другая судьба. Он происходил, он был старше моей мамы, более чем на 20 лет, происходил из крестьян Тульской губернии, и в общем и целом прошел путь вот такого рабфаковца, краснофлотца, рабфаковца, студии, выпускника Политехнического института до капитана первого ранга. Он был морским офицером во время войны, потом закончил морскую инженерную академию Некрылова. В общем, у него была довольно успешная карьера. И это был человек, который ощущал себя плоть от плоти человеком советским. Он действительно считал, что благодаря тому, что произошло в нашей стране, он стал тем, кем он стал, а был он действительно не просто человеком с двумя высшими образованиями и с таким высоким воинским званием. Он был человеком, который действительно любил свое дело. Брак моей мамы и моего отца, наверное, был обречен на неудачу. Они были очень разные. Впрочем, один эпизод я не могу не вспомнить. Они действительно развелись вскоре после моего рождения. Но вот как раз, когда я родился, родился я в 58-м году, конечно, стал вопрос о моем крещении. Это был период хрущевских гонений. Мой отец уже ожидал адмиральской звезды, и поэтому он настоял на том, чтобы меня крестили только на даче максимально законспирированным образом. И вот рассказ о моем крещении для меня тоже очень примечателен. Да, моя мама и бабушка решили действительно конспирироваться основательно. Дачу мы снимали в Маринбурге, где был храм действующий. Но крестили меня в храме, в Гатчине, которая находится поблизости. Крестили тогда двоих младенцев. Одного тщедушного, худого, который все время плакал, а другого, побежь меня, такого же почти, как сейчас, полного, только с перетяжечками, и очень радостного. Священник погрузил меня в копию трижды, а я при этом не только не смутился, но почему-то хохотал и поджимал ноги, требуя дальнейших погружений. Вот они и случились в этом храме, в котором, в храме святого апостола Павла, ровно через 30 лет после моего крещения, я был в 1988 году рукоположен тогдашним нашим митрополитом Алексеем Ридигером в пресвитерский сан. Рукоположен, пройдя довольно сложный путь уже своего развития, тем более, что прямо на моем крещении крестной была сослуживица моей бабушки, являвшейся членом партии. Конечно, ни о какой катехизации, ни о каком религиозном воспитании не приходилось и говорить. В годы моего детства, наоборот, я прошел через типичную советскую систему детского сада, потому что жили мы в тяжелых условиях. После развода с моим отцом моя мама, бабушка и прабабушка парализованная жили в одной комнате, вот в этой коммунальной квартире. Меня отправили в детский сад, и вот уже тогда я в глубине своего сердца возненавидел любую форму коллектива, коллективного воспитания. Мне с ранних лет казалось, что люди, которые вот призывают меня радостно идти в детский сад, лгут. Как лгут дети, которые якобы радостно в этом детском саду. Как лгут дети, тысяча с изображающие то, что они спят, хотя им хочется просто играть и жить активной детской жизнью. Ощущение вот этой фальши сопроводять меня стало очень рано, окружающей меня фальши. Одновременно вокруг меня был город, и то, что я жил в центре Петербурга, ну, на самом деле тогда Ленинграда, напоминало мне постоянно о какой-то иной жизни. И надо сказать, что я очень много времени проводил с моей бабушкой, а дачу мы снимали, как правило, в Павловске или в Царском селе. Я и летом пребывал в атмосфере вот той самой петербургской России, которая совершенно не напоминала тот мир, который меня окружал. И вот это ощущение того, что я живу в городе, в котором должны были бы быть другие люди, должна была быть другая жизнь, сопровождала меня с ранних лет. Мы жили в квартире в довольно тяжелых условиях, там было 27 человек на одну ванну и на один туалет, как положено. В основном это были люди паралитарского, статуса. Но была одна семья, сына последнего владельца фортепианной фабрики «Красный Октябрь», а когда-то Дидерихса, с которой у нас были очень теплые взаимоотношения, так сказать, интеллигенты, и в этой ситуации ощущали себя противопоставленной окружающей среде. И надо сказать, что вот их комната со старинной мебелью им удалось это сохранить, они жили в Петербурге, была для меня еще одним окном в тот другой мир, который меня так тянул с самого начала. То есть вот это ощущение того, что я живу какой-то ложной жизнью, а возможно какая-то подлинная жизнь, меня сопровождалось с очень ранних лет и подписывалось, конечно, тем, что моя мама, которая закончила после ряда метаний и поисков себя сначала нелепый институт культуры, библиограф технических библиотек, а потом институт патентоведения, конечно, так на всю жизнь оставалась человеком, живущим литературой и театром, как, впрочем, и моя бабушка, мечтавшая когда-то быть актрисой. И вот эта литературно-театральная атмосфера, а надо сказать, что в радиусе 15 минут ходьбы от меня находилось полдюжины замечательнейших театров, БДТ имени Горького, Александрийский театр имени Пушкина, театр комедии еще с Акимовым, театр комиссаржевский, театр Ленцовета. Все это наполняло мою жизнь ощущением того, что подлинная реальность это то, о чем пишут в книгах, прежде всего в классических произведениях русской и европейской литературы, которые у меня сопровождали с ранних лет. Это театр, это кино. Конечно, это было совершенно ложное мироощущение, но оно помогало мне так или иначе противостоять окружающей среде и не терять самого себя. Я никогда не отправлялась на дачу с детским садом, никогда не отправлялась в пионерский лагерь, и это было для меня самым таким притягательным временем года. Я попал в школу некогда выдающееся. Это было коммерческое училище, превращенное в 206-ю общеобразовательную трудовую политехническую школу. Так назывались все основные школы тогда. Но что поражало меня в этой школе, наряду с такими узнаваемыми по опыту детского сада, по опыту общения с воспитателями, нелюбящими по существу детей женщинами, я видел там призраки прошлого. Медные ручки на дубовых дверях, старинные парты, очень уютные классные помещения, в особенности два кабинета физики, наполнены добротными пособиями, учебными, дореволюционными, с портретами Ньютона, Галилея и кабинет биологии, в котором пробирки с заспиртованными рептириями сохраняли у себя на стенах латинские надписи. Эти были частички опять того самого мира, которого уже не было в этой школе. Я должен сказать, что я с самого начала школы не выносил. Но опять-таки мира, в котором не так хотелось жить. Вот, собственно, с этого момента и начинается мой интерес к истории. Да, с ранних школьных лет я хотел узнать ту страну, которой меня лишили, чтобы хотя бы представлять то, что могло бы быть в моей жизни. Этого способствовал, конечно, такой вот умеренный антисоветский настрой моей семьи и, конечно, здесь сыграла роль противостояние моей мамы и моего отца. Конечно, при любом варианте распадности до семьи ребенок тяготеет к матери, с которой остается, нежели к отцу, который уходит. Поэтому для меня отец был не просто человек, бросивший меня, но и человек, который, в общем, всем своим образом в жизни ориентировал тот мир, который был мне враждебен. Это не значит, что я не переживал по этому поводу. Я вспоминаю, как однажды он пришел в школу пообщаться с моими соучениками, рассказать о войне. Я шел рядом с ним по коридору, такой счастливый, гордый, он шел в мундире со своими орденами, а у него был орден Боевого Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, что для морского офицера было немало, с кортиком. Вот это был период, когда я готов был простить ему все, даже то, что вот он такой вот советский офицер. Я тогда в четвертом классе у меня уже были расставлены приоритеты очень определенно белые хорошие, потому что бабушка так рассказывала об этом коротком периоде своей юности, когда белые были в Царицыне, а красные-то плохие. Я действительно очень много читал, и вот благодаря чтению художественной литературы и одновременно обращенностью к историческому прошлому, я остался задумываться над религиозными темами. Это эпизод, который побудил меня вдруг почувствовать, что должен быть какой-то мир должный. В детском саду я всегда противостоял вот этим неформальным лидерам, которые были в группе. И это чувствовали они, и в этом противостоянии я, в общем, всегда пребывал в одиночестве. Иногда, начиная общаться с теми или с другими, но какую-то создать альтернативную группу не получалось, я оставался всегда один. И вот я помню, когда мы однажды гуляли, это было как раз в Щербаковом переулке, был наш сад, который нас водили гулять, санок было мало, санки друг у друга рвали, мне было противно участвовать в этом вырывании себе санок. Я, наконец, дождался, пока большая часть детей была разобрана, вот, и решился, наконец, спокойно кататься на этих санках с горы. Но мне запретило это делать воспитательница. Раз уже, так сказать, все ушли, сиди и жди, когда за тобой придут. Я улегся на скамейку, расплакался, а потом смотрел на серое петербургское небо и размышлял над тем, что должен же быть где-то мир, в котором санок хватает для всех. Вот это было одно из первых ощущений того, что миру ложному должен предстоять мир должный, для которого я должен докопаться. Но у меня долгое время ассоциировался с исторической Россией, которую я, конечно, идеализировал. Когда, собственно, впервые я задумался о жизни религиозной, о христианстве, тогда, когда я стал читать уже где-то в классе четвертый, четвертом, пятом, шестом именно европейскую литературу. Я даже могу назвать авторов, которые развернули мой взор в сторону христианства. Это Вальтер Скотт и Виктор Юго. У нас был Новый Завет, который мне было довольно сложно читать. Я уже тогда отдавал себе отчет в том, что священное писание требует какого-то предварительной подготовки для его понимания. И вот я вспоминаю, как я уже опаздываю в школу, но я прочитываю очередную главу из Вальтера Скотта, а самое главное – лазью по его примечаниям, где объясняются образы этих или иных библейских персонажей. Кто такой Авра, кто такой Самуил, кто такой там, тот или иной пророк и так далее. Через примечания к роману Вальтера Скотта, посвященные пуританским темам, я открывал для себя мир Библии. Ну, а книгой, которая развернула меня к христианству, оказалась, конечно, отверженная Викторой Гюгою, образ епископа Мереля, как и образ Жана Вальжана, стали для меня, так сказать, образцами вот той самой жизни, которая должна иметь место и в моей судьбе. Это был где-то шестой класс. Ну, а далее в контексте моего интереса к историческому прошлому России а надо сказать, что в семье меня ориентировали на то, чтобы я стал инженером, но я упорно учаясь на четверке по математике, физике и химии, смотрел в сторону гуманитарных наук, хотя преподавание в школе истории, литературы было для меня совершенно неприемлемо. Я изначально не верил ничему, что мне говорили учителя истории, литературы, пытался искать альтернативную точку зрения тому, чему они меня учат. Это было, в каком-то смысле слова, неплохо. Но вот с этого времени начинается мое погружение еще более глубокое в историю. А в восьмом классе происходит кризис. Кризис, связанный с тем, что умирает моя бабушка, и вот ее смерть делает для меня религиозную жизнь уже совершенно конкретной в том смысле того, что я начинаю ходить в церковь. Это 1973 год. Переживание смерти как вот такой реальности, которая требует не просто размышлений, не просто воспоминаний об историческом прошлом, а вот непосредственно эллистенциального вхождения в ту реальность, о которой я читал в истории. Церковь – это та единственная, что осталась из прошлого, но это то единственное, что поможет выжить в настоящем. 9-й, 10-й класс я вообще перестал учиться, я читал только то, что хотел, сполз на тройки, правда, по гуманитарным предметам имел пятерки. Я блистайно отвечал на уроках истории, понимая, что я вру, говоря то, что требуется учителям. И опять-таки могу вспомнить выразительный эпизод. К этому подталкивало все. Ведь я уже к этому времени, учащийся в 10-м классе, понимал, что в стенах этого коммерческого училища учились, конечно же, наверное, и те, кто ушел в ледяной пахов, кто боролся с большевиками. Тут, конечно, советский кинематограф сыграл немалую роль. Помните все эти блестящие фильмы, в которых плохие белоговорительцы выжили гораздо симпатичнее хороших, красных. И вот я вспоминал теорийные образы на уроках истории, ответив, как следует то, что нужно о решениях какого-нибудь съезда. Сидел, прислушивался к углу шагов по коридорам и представлял, как ходит ко мне в класс отряд белогвардейцев и говорит, кто с нами? Я бы, конечно, сказал, я. Докажи, кто ты с нами, убей директора школы. Он преподавал эту историю. Я представлял в класс, как я насаживаю его на штык трехлинейной винтовки Мосина. Вот. Конечно, все это было довольно бредово. И вы знаете, мне очень жалко, что ведь, собственно, и я, как, впрочем, многие другие мои мыслящие сверстники были обречены в том мире не учиться нормальным образом. Вот мне в гуманитарию надо было бы штудировать языки, читать тексты по-гречески, по-латыни, систематически заниматься гуманитарными, но без другой эрудиции невозможны. А ничего этого не было. Я был лишен нормальной гуманитарной школы, которой уже не было в России к тому времени. Мое поступление в университет оказалось в значительной степени ущербным. Я шел туда с неохотой, уже тогда размышляя о духовной гуманарии, в которую даже еще ни разу не попадал. Но казалось само собой разумеющимся, что я должен получить образование высшее, и я отрицал для себя инженерное образование. В общем, в университет поступал с противоречивыми чувствами, предполагая, что там будет неправда, что там будет идеология. Не набрал полбала, поступил на вечернее отделение, и после первого курса попал в вооруженные силы. Причем не куда-нибудь, а именно на флот. Надо сказать, что проклятием моего детства и отречества было желание отца вырвать меня из-под дурного влияния женщин, воспитывавших меня, определить меня военно-морского училища. в нахимовское училище, потом военно-морское училище. Он мне предлагал на выбор фрунзель и дзержинку. То есть такие респектабельные весьма училища. Но я от всего этого отбивался, и все равно флот меня не миновал. Ведь я попал после первого курса не просто на военную службу, а на три года военной службы. Для меня это было, конечно же, очень тяжелым испытанием. я воспринимал это просто как Достоевский каторг. Я боготворил Российский императорский флот, Российскую императорскую камеру и ненавидел Советскую армию, Советский военно-морской флот. Принимая пристегу, я еще себя отступником. Я не решился оставить на себе крест, когда пошел вооруженные силы, которые носил на себе. И надо сказать, что годы моей службы были годами тяжелых довольно размышлений. Благо, случилось так, что, в общем, служба не была такой уж сложной, тяжелой. После полугода учебки, два с половиной, которые я как раз проходил в Архангельске, в бывшей Соловецкой школе ЮНГ, я потом два с половиной года служил в Лиепае, в Прибалтике. И вот хочу отметить, что все три года у меня почти ни с кем не было таких откровенных доверительных отношений, кроме одного человека. Это был тоже недоучившийся студент, литовец, который был католиком, литовским националистом, и с которым мы нашли быстро общий язык. Мой русский националист тогда, и мое православие очень так вот кроманировали своими пяти окружающего мира с его взглядами. Я довольно много читал, читал уже не только художественные литературы, но и философские. Была такая возможность. Конечно, это была ненормальная форма чтения. Когда читая, скажем, критическое исследование акьерки горе, я выискал, выписывал многочисленные цитаты, разбросанные в этом исследовании. Когда читая сборник современных дистанциализм, критиковавших дистанциализм, я в нару опять-таки выписывал себе подборку цитат. Попытка добраться до первоисточника, не имея возможности с ним иметь дело. Но это был опыт какой-то самостоятельной интеллектуальной жизни, каких-то переживаний, страданий, которые, в общем, помогли мне воспитанному практически по-обломовски двумя беспредельными меня любившими женщинами пережить, в общем-то, будущее соприкосновения уже с реальной советской жизнью. Ну, а далее, пройдя три года службы, я вернулся в университет, но уже по окончании второго курса решил его бросить. И не бросил его только по той причине, что мой научный руководитель предложил мне, так как я учился на дне пятерки, вариант завершения оставшихся четырех курсов, лучше середине курса на вечернем отделении, завершить за два года, то есть сдавая год за два курса, при условии, если я буду сдавать на пятерки, это мне будет разрешено. таким образом я закончил университет шестилетний его курс в целом за четыре года и вышел из его стен уже с полным убеждением, что я не буду советским историком. По инерции я продолжал работать над кандидатской диссертацией моего оппонента дипломного Валентина Семеновича Дякина, довольно крупного историка из истории. Темой моего диплома была тема образования кадетской партии, взятая не случайно. Ведь в кадетской партии было немало русских религиозных философов, а именно о них я более всего и грезил в свои студенческие годы. Именно их я читал денно и ношно и пришел конечно к дикому убеждению, что русская религиозная философия содержит всю полноту мировой религиозно-философской культуры. Но а коль скоро многие из них были кадетами, то вот я и решил совместить свои занятия исторические с моими философскими учениями, чтобы понять то, что побуждало этих людей занимать ту или иную позицию в области политической. Вообще надо сказать, что когда я пришел из вооруженных сил, я стал еще более активно ходить в храм и в общем впервые стал ходить в храм, где я не просто присутствовал на богослужениях, а уже общался с какой-то средой. Я имею в виду храм духовной академии. Я до этого времени не знал, что там существует храм, в который выпускали посторонних, но в 80-м году в связи с Олимпиадой в летний сезон этот храм продолжал функционировать, чего не было раньше. И вот я туда впервые попал, слушал проповеди тогдашнего ректора архиепископа Кирилла, нынешнего патриарха, увидел целую прияду выдающихся священников, образованных, и вот тогда в 80-м году познакомился с самых близких наших преподавателей архимандритом Ионуарием. Именно он в свое время дал мне и впоследствии рекомендацию в духовную семинарию. А тогда я пытался совмещать пребывание в университете с посещением храма Духовной Академии. Тогда же в храме познакомился со студентом Духовной Академии тогда дьяконом Георгием Почетковым. Вот, пожалуй, общение с отцом Ионуарием и с отцом Георгием Почетковым было для меня наиболее таким примечательными фактами его посещения академического храма. Показательно, что отец Ионуарием наставил, чтобы я завершил обучение в университете, что и случилось. Говорил о целесообразности дальнейшего научной деятельности, но далее вставал вопрос ведь не только о будущей работе. Мне, кстати, с работой повезло. Я после университета попал в отдел рукописи государственной публичной библиотеки. По советским меркам это была действительно тихая заводь, потому что, с одной стороны, это было собственно сочетание как бы хранилища рукописи и исторического архива. Я как раз попал в группу русских фондов 18-20 века, моя специализация была связана с этим. Потом даже работал в филиале отдела рукописи, который находился в так называемом доме Плеханова, там были фонды профессоров духовной академии, собраны все абсолютно, которые сохранились к тому времени. Работа в архиве в общем избавляла историков советского времени от такого избытка такой что ли идеологии. Можно было занимаясь источниковедческими вопросами избегать подобного исторического политического агитпропа. Но полюбая полуправда мне тогда была уже не по душе. Я очень тяготился своей работой. Я забросил диссертацию, а на работу отходил три года, чтобы уполномоченный Совета по делам религии, который и решал судьбы всех поступавших в академию, в духовную семинарию не прицепился к тому, что мой диплом остался неотработанным. То есть я должен сказать, что я подготовился к поступлению в семинарию заранее, очень серьезно, понимая, что это будет непросто, ибо тогдашние власти делали все, чтобы не допускать в духовную семинарию людей с высшим образом, тем более с гуманитарным. А митрополита никогда не было тогда. И вот надо сказать, что таким очень выразительным эпизодом на моем жизненном пути стала следующая история. Я уже закончил университет в 1982 году, тогда же вступил в брак с моей нынешней матушкой. Тут тоже, наверное, нельзя не сказать об эпизоде, который хорошо характеризует меня в совсем положительном и отрицательном, что было у меня. Вернувшись с военной службы, я, например, всячески прервал все отношения со своим отцом. Он предложил мне продолжать общаться, но я пришел с военной службы с еще большим убеждением, что такие люди, как мой отец, являясь профессиональными военными, уничтожали, уничтожают мою страну, ту Россию, которую, так сказать, я любил, и на отношения у меня с ним невозможны. А далее я встретился со своей будущей матушкой, которая поразила меня тем, опять-таки познакомились мы с ней в историческом архиве, поразила меня незаурядностью своей личности, именно личности, как личности женственной. Для меня это была очень яркая женщина. Я тогда, конечно же, размышлял о монашестве, мне очень трудно было помириться с тем, что вот совершенно не вовремя в моем поле зрения появилась какая-то женщина, которая может помешать мне реализовать мой замысел. Хотелось полноты церковной жизни, а какая может быть полнота без монашеского и священнического служения одновременно. Ну и вот после полугода общения у нас произошло объяснение, когда я поставил ее перед выбором хранить мне верность в течение двух лет и ждать, когда я решил, вступлю я с ней в брак или не вступлю. Но не вступлю только при условии, если я приму монашество. Она сказала, что это жестоко, что так нельзя ставить вопрос. Мы расстались. Я помню этот вот летний день очень знойный. Я тогда, не употреблявший спиртного вообще, так сказать, показательно, что в вооруженных силах то, что я не употреблял спиртного, а у меня тогда были еще влияния толстовства на меня, плюс старообрядческие традиции, которые, так сказать, в семье существовали. Прадед мой тоже спиртного не употреблял, отличать деда, кстати. Плюс я не участвовал в их, так сказать, любовных похождениях, а ситуация была такая, что я подчас своих возлюбленных приводили прямо на место боевой службы. то, что я не ругался матом, привело их к убеждению, что я сектант. А как-то услышав, как я уже, так сказать, после отбоя читаю правила, они точно решили, что я баптист. Это показательно. Предположить, что молодой человек может быть православным невозможно. Только баптистом. Вот. Ну так вот, я вот такой очень правильный человек. после этой встречи купил бутылку коньяка, стал тоскливо смотреть фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино». Один из моих любимейших фильмов. И вот там был эпизод, который решил мою судьбу. Если вы помните, во время вот своей истерки Платонов бежит, крича, что вот он всех избавит от себя, раз жизнь ему не далась и покончит с собой, а его жена бежит след за ним. Вот смотря эту сцену, я вдруг почувствовал, что случись такое со мной, моя Марина со мной бы никогда не побежала. Она закричала «Не верю!» и остановила меня на пути вот такого идиотского самовыражения и самоутверждения. Вот я тогда почувствовал, что этот человек, благодаря которому я не просто буду, может быть, счастлив, а я буду жить какой-то активной творческой жизнью, я буду развиваться, совершенствоваться. И потерять этого человека нельзя. мы восстановили наше общение и пришли к компромиссу. Мы решили вступить в брак через два года после окончания нами университета. Мы один год заканчивали университет. Ну, так вот, я вступил в брак, работал, в общем, на приличном месте работы. Мы совершенно не думали о детях, мы совершенно не хотели детей, поэтому ребенок у нас родился прямо через год для того, чтобы ощутить полноту, так сказать, да, видимо, семейной жизни. Вот в это время с маленьким ребенком, в общем, довольно сложно в жилищных условиях. Вот хотя благодаря рождению ребенка нам дали еще одну комнату, ну, мы оставались в коммуналке, я врустокнулся с ситуацией, когда мой научный руководитель, подобно многим крупным ученым, являвшийся, так сказать, таким человеком, он, конечно, антисоветски настроен, но писавшим правильные книги, в частности, по истории русского либерализма, стал говорить о необходимости пока еще комсомолит вступить в партию. Казалось, это был полный абсурд. Но я от некоторых священников стал подобным. Да, церкви нужны люди, которые были связаны с нашей наукой, культурой, а тут не займешь никакой-то должности и беспартийности. И вот, наверное, желая скорее получить санкцию на что-то такое недолжное, я отправился к старцу. Я вообще к старцу не отправлялся никогда до этого времени. И я приехал, это был, соответственно, 83-й год лета к архимандриту Павлу Груздеву, который, я его увидел совершенно в нетипичном для старца облике. Он был одет в какое-то женское пальто, хотя было жарко, в какие-то галоши на каких-то башмаках. Я пришел к нему, узнав, что я пришел к нему за это, он пригласил меня в храм, облачился в подрязник, и когда я ему рассказал о моем главном вопросе, вопрос о том, что вот я сейчас решаю свое будущее, продолжать мне работать на диссертацию или нет. Вот меня требует вступление в партию, как это совместить с христианской верой. И вдруг он мне сказал, если ты христианин, я, конечно, не могу воспроизвести неповторимый стиль его речи, если ты христианин, ты можешь все. Христианин все может. И ко мне приезжают разные люди, он назвал там имя нескольких академиков даже, которые члены партии, и у Христа были тайные ученики, он мне показал во фреску где-то, так сказать, как раз с Никодимом беседует Христос. Христианин может все, но ты подумай, нужно ли тебе все это. И вот после этих слов я вдруг почувствовал, что все это мне не нужно. Я вот человек вообще-то очень домашний, очень такой комнатный, автостопом тогда добирался до него, и вот автостопом я уезжал от него. Я вышел с ощущением поразительной свободы. Христианин может все, но нужно ли ему творить нечто. Все мне можно, но не все полезно. Вот, собственно, вариант этих слов апостола Павла здесь и прозвучал. И вот эта разовая встреча с отцом Павлом дала мне очень важный урок того, что суть христианства это свобода и ответственность. Я шел к старцу, дабы освободиться от собственной воли, а получил от старца указание на то, что нужно не бояться принимать на себя ответственность. И вот ты свободен. Примерно в это же время начинается мое общение с другим довольно известным и кажущим традиционным священником, даже старцем, протереем Василием Ермаковым. Оно будет продолжаться до его кончины в 2007 году более 20 лет. Да, почти четверть века 24 года. Надо сказать, что это был тоже для меня очень важный урок, потому что впервые от отца Василия, например, услышал слова о том, что я очень боюсь, что будет с тобой в духовной школе. Тебя же там затюкают. Вот это странное слово. Я со временем стал понимать, что оно означает. Он отдавал себя, какая система, довольно жесткая система существует в нашей духовной школе. Вообще в духовной школе советского времени, которую прошел он. И дело было не в семинаре академии, как таковое дело было в тех внешних условиях, в которых они существовали, которые создавались отнюдь не священно начали, создавались прежде всего власть, притяжающими, допускавшими существование этих духовных школ. да, это было серьезное испытание, но я решил, в том случае, жить в гармонии с самим собой и поступил. Решил поступать в духовную школу. Как я уже сказал, надо было отработать диплом. У нас был третий день, третий год моего работы в отделе рукописи. И вдруг, в конце осени, по-моему, архиепископа Кирилла резко перевели Смоленск. Он был единственной надеждой, потому что при его авторитете была возможность все-таки ожидать, что уполномоченный допустит, поступли. Вообще, ведь ленинградцев принимали очень скупо, была такая небольшая квота, с высшим образованием, с гуманитарным, вообще было сложно поступить. И только авторитет когда-то митрополита Никодима и в дальнейшем архиепископа Кирилла давал основания надеяться, что ленинградцу с высшим образованием можно будет поступить. И вдруг его переводят. Преемником его становится архимандрит Мануил Павлов, нынешний Петрозаводский митрополит. Он, конечно, не обладал таким авторитетом. И вот, будучи на приеме у него, я услышал от него самые такие слова, может быть, максимально искренние, какой мог сказать ректор тогда абитуриенту. Вот с такого рода шлейфом образовательным. Он мне сказал, что подумайте вот-вот об образовании уже завершенное, работа хорошая, перспективы какие-то, семья, ребенок. вы подойдите к нам документы, а мы ведь, возможно, не сможем вас принять не по своей воле, а масты уже все будут сожжены. Ну, образ сожженных маслов меня, конечно, 27-летнего вдохновил еще больше. Я сказал, тем более. Я буду поступать. Ну, а далее началась вот такая подготовка психологическая к этому поступлению. С одной стороны, меня консультировал отец Януарий, который должен был мне дать рекомендацию. С другой стороны, почему не отец Василий, потому что рекомендации отца Василия, как правило, были чреваты, так сказать, отказами. Он считался неблагонадежным, весьма, так сказать, в сознании полномоченного по делам религии, Совета по делам религии по Ленинграду-Ленинградской области Григория Симоныча Жаринова. Отец Мануэл консультировался с митрополитом Антонием, очень осторожным, особенно после своего белорусского служения, чем-то сломленным человеком, но, впрочем, очень любившим науку, культуру и как раз тяготевшего к этим редким, интеллигентным абитуриентам, поступавшим в семинарию. Но была придумана целая комбинация. Мне было рекомендовано в июне месяце уволиться из МНСов, из отдела рукописи, поступить в сторожа, чтобы поступать, собственно, из сторожей в семинарию. Ну, человек высшего образования, ушедший у сторожа, какой-то странный, юродивый, наверное, раз в семинарию пошел. Другое дело, что в сторожах или в кочегарах нельзя было находиться долго у человека с высшим образованием. Это уже был признак диссидентства потенциального. Ну, и главная проблема заключалась в том, что я еще по возрасту оставался в комсомоле, а забрать свою учетную карточку из райкома было невозможно, она не выдавалась на руки. И вот митрополит Антоний рекомендовал мне не подавать заявление о выходе из комсомола до поступления в семинарию. Ну, что можно сказать вот об этом моменте в моей жизни? Конечно, это было испытание, потому что, в общем, я шел в никуда, шансов поступить было не так уж много, а у меня уже была семья, и, в общем, состояние сына было таково, что, в общем, трудно было представить, что его в два с половиной года удастся детский сад определить. Значит, матушка должна, моя будущая матушка должна была оставаться с ним, а я лишался всего и зарплаты, и, в общем, непонятно, какая могла у меня быть перспектива. Я перешел работать с дорожа, где я стал получать между 130 и 70 рублей. Водал документы в академию, а надо сказать, что документы принимались до 1 августа, а экзамены были в конце августа. да, я отдавал себе отчет то, что подача документов предполагает то, что дело абитуриента сразу попадает в руки уполномоченного, Совета по делам религии, который, в общем, под своим КГБшным каналом начинает устанавливать личность этого человека. отец Юнария предположил, что скорее всего меня либо вызовет к уполномоченному, либо, что чаще всего делалось, я получу повестку из военкомата, где со мной будет проводить профилактическую беседу какой-то офицер КГБ. конечно, соприкосновение с этим ведомством тогда было довольно-таки неприятным, тем более, что я ничего вроде бы незаконного не делал. И вот я, подав документы в начале июля, почти два месяца ждал, когда же меня вызовут, а меня не вызывали. Я сдал экзамены, после которых мне была выдана справка, что я выдержал экзамены в семинаре, но еще не зачистил, и мне было предложено пойти сразу же в райком и подать заявление об исключении из комсомола, так, чтобы оно было максимально сдержанно, и одновременно привело к максимально быстрому исключению меня из комсомола. Я это сделал, пойдя в этот самый райком, Куйбышевский райком комсомола во дворце Белосильских и Белодерских. Я встретил там не Павлов, Корчагинах, а таких довольно уже вальяжных, ленивых функционеров, которые тогда еще не знали, что через несколько лет будут работать в всяких совместных предприятиях и превращаться в комсомольских работников, ударников капиталистического труда, но идейного огня в них не было. Я принес им заявление с просьбой исключить меня из комсомола в связи с несовместимостью моих религиозных убеждений, их программы в ЛКСМ. Показал справку из семинария, сказал, что будет большой скандал, если они меня быстро не исключат. И мое профессиональное дело поставили на ближайшее бюро райкома. Ну, а что будет дальше, я не знал. И вот, придя вечером домой, я вдруг услышал штук дверь, меня позвали к телефону соседей, когда я подошел к телефону, я услышал зловещие слова. С вами говорят из Управления госбезопасности, мы хотим с вами встретиться. Вот я был совершенно не готов к подобного рода обращению, ну, и помните, что-то вроде сказал, того, сказал, что, а как, это вообще возможно. В такое-то время я приеду на площадь Ломоносова, и мы приедем. Рядом с моим домом, подходите. Ну, что я могу сказать, так я же вас не знаю, мы вас узнаем, будем мне сказать. Вот это была ночь, когда я даже своей жене ничего не сказал, в голове представили жуткие картины, как мне чего-нибудь вколят, я подпишу какой-нибудь документ о сотрудничестве и прочее. Вот. Ну, вот, надо сказать, что, когда я появился на площади, машин тогда было мало, я не увидел черные волги, стоял то ли москвич, то ли жигули, то ли запород, что-то такое не солидное, из которого вышел один человек всего лишь, предъявивший мне удостоверение майора, посадил в машину, началась беседа, потом я, в общем-то, так сказать, уже узнал из разговоров со студентами, что это был майор, курировший именно духовную школу. Ну, собственно, разговор происходил в характерной для того времени стилистике. Мы живем в стране демократической, свободной, у нас свобода вероисповедания, вы решили поступать в семинаре, ваше право, вы человек вполне благонадежный, с красным дипломом закончил университет, отслужили в вооруженных силах, все хорошо, пожалуйста, поступайте. Но, вы же должны помнить, что и священнослужители остаются гражданами нашего государства, что они тоже должны исполнять свой долг. Вы, наверное, уже знаете некоторых в Академии, но есть и другие, такой, как вот этот Георгий Кочетков, вот его тут исключили из Академии, он все тут пылил, я это слово запомнил, пылил, миссионерствовал, и он напрягся, имея в виду наше с ним знакомство. Но, видимо, сведений у него по этому поводу не было. Я стал говорить о том, что я хочу, так сказать, быть священником, хочу учиться. Да, да, конечно, вы будете, видимо, учиться, сразу вставая за несколько курсов, таких людей, как вы, поступает мало. Такие люди ценные, в частности, в международных диалогах церкви. это все хорошо, это нужно, и государство, и имейте в виду, что от этого не надо уклоняться. Нет, я хочу быть священником. Нет, это все равно будет, и вы должны, так сказать, в этом принимать участие. А мы будем вам помогать, это может способствовать вашей карьере. Ну, а пока вы, наверное, будете интенсивно учиться, как я хочу, семинарский курс, так сказать, форсировано. Но мы с вами периодически будем встречаться. А вы об этих встречах не должны, конечно же, никому рассказывать. Вот здесь, опять-таки, наступил какой-то для меня очень значимый момент. Я почувствовал, что нельзя не реагировать на эту фразу. Я ему сказал, что, в общем, за вашим ведомством у меня опыта общения не было, для меня это нравственная проблема. Как же, на исповеди, по-вашему, не должен об этом говорить. Ну, вот он посмотрел на меня, видимо, оценивает, то ли я свихотворил, но усуженный религиозной почвы, то ли да, я даю понять, что не будет абсолютно во всем игры по вашим правилам. И сказал, что есть вещи, о которых и на исповеди не говорят. Ну, вот, далее мы расстались, в духовную школу меня приняли, из комсомола исключили. Я закончил семинарский курс за год. Так как у меня на руках была семья, метапарит Антоний богословил мне быть помощником заведующего в библиотеке. Примечательно, что в заведующем библиотеке тогда был профессор протерий Владимир Мустафин, с которым у нас сложились очень такие глубокие доверительные отношения уже тогда. а другим его помощником был такой Юрий Петрович Авакумов, блестящий выпускник кафедры классической филологии, впоследствии диакон, вот, пришедший за год до меня, вот, тоже из публичной же библиотеки после университета в семинарии, также исключенный на бюро райкома из Комсомола, вот, впоследствии его судьба сложилась, в общем, довольно своеобразно, сейчас является клириком Рима-католической церкви и профессором Карлса в Германии. Вот, вот, собственно, так начался, я считаю, самый счастливый, самый вдохновенный этап моей жизни, этап пребывания в духовной школе в качестве студента, сотрудника библиотеки, отмечу тоже выразительную деталь, я пришел получать свою первую зарплату, а мы, конечно, натерпелись за это время, очень тяжелые материальные условия сына моего, мы так ведь в детский сад и не отдали, вдруг я получил 200 рублей, по тем временам на фоне моей зарплаты МНСовской 130 рублей, это была огромная зарплата, так я несколько месяцев получал 200 рублей, потом пришла бумага из налоговой инспекции о очень высоком налоге, исследовало, что из 200 рублей где-то 60 с чем-то рублей я должен был передать в налог, вот я тут впервые столкнулся с тем, что такое налогообложение церкви, людей, служащих в церкви, советским государством, казалось бы, церковь существует на добровольные пожертвования верующих, с их зарплатой, пенсии, которые же были налогом обложены, и тем не менее, вот такой вот зверский налог. Но, повторяю, закончив семинарию за год, и по окончании второго курса академии, приняв священный сан, я даже сейчас сам удивляюсь, как, в общем-то, легко, может быть, это от возраста, от общей атмосферы в стране, а это уже были годы, соответственно, я поступил в 85-м году, в 86-й, в 87-й, начало каких-то сдвигов, каких-то перемен, и получилось так, что, да, вот эти перемены отразились, в общем-то, и в моей судьбе. Летом 1987-го года, нет, в 87-го года, я уже закончивал первый курс, когда, и после этого, как бы, до этого, как-то с представителями КГБ не сталкивался, то есть я прекрасно понимал по духовной школе, какие священнослужители тесно с ними связаны, какие в меньшей степени с ними связаны, кто из студентов с ними сотрудничает, кто нет, это, в принципе, нетрудно было обнаружить. Для нас меры откровенности было, в частности, то способность рассказать о своем опыте, о соприкосновении с ними. И вот в 87-м году мне позвонил опять этот голос и сказал, что, в общем, вы заканчиваете работу в библиотеке тогда-то, приходите в гостинице «Москва», мы с вами там побеседуем. Вот за эти два года я уже и забыл, что они существуют, и вдруг они опять появились на горизонте. Вот. С тоской я ожидал окончания рабочего дня, но неожиданно появился инспектор нашей академии, а это была должность, предполагавшая тесные связи с Пятым управлением госпезопасности, и сказал, что библиотеку закрывать нельзя, потому что приезжает помощник одного из секретарей ЦК КПСС Ликачева, который будет осматривать духовную академию. Ну, я так и остался в библиотеке в ожидании, когда там появится этот партапарадчик. Просидел около двух часов, партапарадчик появился, прошел по библиотеке, ушел, ну, а время уже прошло, я для себя сделал вывод, что раз время завершилось, идти в гостиницу Москва уж не имеет смысла. Так я и не появился в гостинице Москва. И после этого КГБшники уже на моем жизненном пути не появлялись. Я в данном случае не обольщаюсь, это был 87-й год, у них уже и так было много навербовано куда более солидных людей в церкви, чем я, а система уже начинала давать определенного рода сбои. Но я после этого могу лишь только посочувствовать тем поколениям священнослужителей, которые в 50-е, в 60-е, в 70-е и в начале 80-х годов годами подвергались прессингу со стороны КГБшников, сканявших сотрудничество, шантажировавших самыми разными способами. Наступал период действительно перемен, и вот 88-й год стал таким вот судьбоносным моментом в жизни церкви. Стало ясно, что политика государства кардинально начинает меняться. И случилось так, что именно в 88-м году, 7-го апреля, в праздник Благовещения, совпавший с Великим Четвергом, я был рукоположен в Диаконский сад митрополитом Алексеем, а затем летом в праздник Петра и Павла в храме Гатчины, где я когда-то был крещён, я был рукоположен в Пресвитерский сад. И с сентября 88-го года стал преподавать в семинарии, учащийся на 3-м курсе Академии, курс истории Русской Православной Церкви 20-го века, которую читаю по сей день. Я закончил Духовную Академию в 90-м году, успел послужить полтора года в Серафимовском храме, в храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище, где настоятель был отец Василий Ермаков. То есть, в данном случае я имел возможность сослужить с ним как сослужитель, и в последующие годы, пока он был жив, я всегда чередовал своё служение в храме Духовной Академии со служением в Серафимовском храме. Воскресенье служил в Духовной Академии, одно, другое Воскресенье в Серафимовском храме, там, где я, в общем-то, сформировался как проповедник, и там я получил опыт непосредственно какого-то пастырского приходского служения. Моё пребывание в Серафимовском храме, оно было не случайным, будучи студентом, я туда часто ходил к отцу Василию, обсуждая все вот эти проблемы уже духовной школы, своего духовного какого-то развития, потому что отцом Янария мы выступали отчасти уже как коллеги, как-то вот так вот. Отец Василий был один из двух священников советского времени в нашем городе, который был довольно активен, у которых было довольно много чад, он и отец Василий Леснях, вот два отца Василия, которые были наиболее популярны, авторитетны в нашем городе. Хотя чады их часто не контактировали друг с другом, ну, впрочем, есть исключения, например, отец Александр Степанов, отца Василия Лесняка был, я отца Василия Ромоход не помешал, нам, в общем-то, стать друзьями, хотя прошли вроде бы разные школы. Вот, это действительно были разные, может быть, общины, но у них был свой какой-то поразительный дух. Вообще, я считаю, что слова, которые мне часто говорил отец Василий, уже когда я был священником, о том, что когда я умру, здесь покойников будут отпевать, к сожалению, сбылись. Когда он мне это говорил, я возмущался, говорю, почему же вы это констатируете, так сказать, так спокойно, что после вас не будет вашей общины, нельзя же так строить общину только на собственной личности, нужно создавать условия, чтобы община продолжала жить и без священника, но этого не случилось, действительно случилось то, что он им предполагал. Поэтому я могу сказать, что вот опыт таких священников, как Отец Василий, он невоспроизводим, он уникален, не потому, что он какой-то суперуниверсальный, нет, просто вы знаете, после тех колоссальных потерь, которые понесла церковь в годы гонений, нормальных, приличных священников найти очень сложно, и любой достойный священник кажется уже чуть ли не старцем вселенского масштаба, а это далеко не так. Кроме того, нужно отдавать себе отчет в том, что на рубеже 80-х, 90-х годов в нашу церковь пришло огромное количество людей, которые сделали это в силу просто сложившихся обстоятельств, в которых нет никаких серьезных, глубоких церковных запросов, но которые создали иллюзию вот такого быстрого умножения числа православных христиан, чуть ли не расцвета церковной жизни. И вот я могу сказать, что община отца Василия по мере вот ее существования в ней вот то ядро людей, которое было с ним в период его, когда его гнали, он долгие годы служил в Никольском соборе, потом начались его мотарства по разным приходам мелким и завершилось все это Серафимовским храмом, где он прослужил последнюю часть своей жизни, сколько он служил в Никольском соборе. Это было временем, когда вот эти люди, которые действительно были подлинными людьми церковными, стали уступать место людям, которые шли к отцу Василию посвященно различным и отнюдь недуховным причинам. Атмосфера в храме начала меняться, и уже отец Василий не мог справляться с этим в полной мере. Потому что для кого-то он становился брендом, я не побоюсь этого слова, брендом, потому что в православии стало популярным, модным. Для кого-то он был брендом, потому что к нему приезжали подчас сильные миры сего. Кто-то воспринимал его вообще как такой новый вариант такого пророка-политрука в возрождающейся Святой Руси. Его пытались ввести в какие-то свои представления люди по-настоящему Христа не чаевшие. Более того, вот это желание найти человека, который возьмет на себя ответственность за твою жизнь, за твои решения, желание познакомиться с чудотворцем, который опять-таки твою жизнь преобразит за тебя. Все это приводило к тому, что атмосфера в храме все более напоминала какую-то вот такую, я бы сказал, замешанную на магизме, на каком-то совершенно неоправданном, а большом, обожествлении от личности отца Василия тусовку, где все делалось якобы по благословению батюшки, а между тем многие люди стремились манипулировать его словом, его авторитетом. Ему трудно было с этим справляться. Могу сказать, что в отношении себя, я, например, от этого считавшегося очень строгими священниками никогда не слышал ни одного резкого слова. Не потому, что я всегда все делал правильно, а потому, что он очень хорошо понимал, каким образом до меня лучше что-то донести. и собственно его смерть в 2007 году, а я как раз находился в Екатеринбурге, читал лекции, и я уже прилетел только на само его отпевание, она, конечно, стала для меня очень сильным ударом, потому что вот я долго, вот тогда, во время этого дня, я вдруг понял, как можно с ним отношения, тогда, когда уже я стал священником, я всегда видел с его строк к себе очень уважительные отношения. Видите, одно на чем было основано, не на том, что я, в общем-то, был священником, который пришел к священству, так сказать, оставив там что-то, который был, в общем-то, наверное, не самым плохим священником, которых он знал, вот по своим человеческим качествам, не просто потому, что я ему был симпатичен, у него был колоссальный пиетет перед культурой. Это может звучать парадоксально, перед культурой в том числе в церкви. И вот тогда на отпевание я понял, что на мои отношения с отцом Василием сопоставимы с отношением Гринёва и Савельевича. Вот его слова, что смотри в духовной школе, чтобы тебя не затюхали, держи все время меня, напомнило мне ситуацию, когда Пугачёв-то захватывают крепость, собираются Гринёва казниться, и вот появляется Савельевич. Вот так он появлялся в моей жизни, когда возникали какие-то проблемы клирикального характера в академии, в епархии и поддерживал меня. И вот я его лишился. После этого я остался совершенно один в плане того, что у меня нет священника, которого я воспринимал как своего такого духовного наставника. Есть друзья, единомышленники, у которых я тоже чему-то могу поучиться. Но я остался в общем и целом без священника, к которому я мог бы приходить как своему, так сказать, духовному отцу. Хотя я никогда не обожествлял отца Василия, подчас вступал с ним в споры, и он это вполне допускал. Так ужасно, что немало его духовных сейчас ставших священниками предлагают нам, знаете, какую-то дурную версию, отца Василия, стилизуясь под него, пытаясь воспроизвести то, что безвозвратно ушло с отцом Василием. Тот стиль пастырской деятельности, который был характерен именно для него. Это был, с одной стороны, народный пастырь, с другой стороны, пастырь, сочетавший в себе такую приверженность, может быть, каким-то стереотипом с умением осуществлять какие-то перемены. Он был очень живым человеком, и проблема его заключалась в том, что он пришел, хотя он формально-то закончил семинарию, академию, он пришел в церковь в ту эпоху, когда царство только охранительство, церковь не развивалась творчески, пытались сохранить то, что не разрушили в предшествующие годы. И он в рамках этого безликого охранительства, тем не менее, был человеком очень живым, он мог давать, на первую очередь, диаметрально противоположные советы разным людям, именно потому, что исходил из их особенностей. Вот это воспроизвести невозможно. Нужно обладать его опытом, его дерзновением, это не передается. А во всяком, ну, была одна проблема очень серьезная. Многие люди, шедшие ко Христу, встречаясь с отцом Василием, останавливались и принимали его за Христа в своей жизни. А ведь это создавало и для него очень серьезные проблемы. Он стремился вести людей к Богу, а людям не нужен был Бог, им было достаточно отца Василия, которого они воспринимали как Бога. В каком-то смысле слово это надрывало, надрывало его, в общем, и приводило к очищению вот тому, которое он формулировал в этих словах о превращении его храма вместо отпевания покойников после его смерти. Вот почему сейчас мы должны отдавать себе отчет в том, что не какие-то личности церкви, хотя это очень важно, не личности священников, я бы так выразился, а личности всех христиан и могут обеспечить полноценное творческое ее развитие. Но что было важно для меня, это то, что будучи вот уже сейчас 25 лет преподавателем духовной школы, я подобно некоторым нашим преподавателям, которые дисквалифицируются в будущем священном сане как священники приказки, просто не служа, не зная этой реальности, никогда от нее не отрывался, и вот уже имея сейчас вот 9 лет приход, в котором я настоятельствую, я в общем и целом то, что я черпал в Серафимовской храме, пытаюсь как-то использовать, иметь в виду, но при этом оставаясь самим собой, и надо сказать, что уклад вот жизни у меня в храме очень не похож на уклад жизни в храме отца Василия, и очень немного людей, буквально несколько человек перешло из его храма органично, например, в мой храм, хотя годами я считался одним из самых близких ему духовных чат, ставших священником, потому что я раньше многих стал священником в 88-м году. Вот, то, что я могу сказать об этом вот моменте, а в принципе я могу отметить еще одно, я не собирался, поступая в семинарию, быть преподавателем, именно потому, что я отдавал себя что-то как в советских условиях, под каким жестким прессингом находится духовная школа, но уже в годы моей учебы ситуация стала меняться, и я помню, как в 90-м году, когда у меня резко увеличилась лекционная нагрузка, я уже закончил семинарию, вот в духовной академии стал вопрос о том, а что же, собственно, делать. Отец Васильевич не хотел, чтобы я ушел из академии и служил у него на приходе, но я считал, что тогда, в 90-м году гораздо важнее, тем более, когда создаются уже свободные условия для преподавательской деятельности, заниматься подготовкой будущих священников, и я остался в академии. И вот, собственно, вся последующая жизнь, она была посвящена преподаванию. Да, я не сложился как ученый, как подавляющее большинство даже способных научной деятельности преподавателей нашей школы, потому что в советское время духовная академия не предполагалась серьезной научной работы, а, к сожалению, в последующие десятилетия не создались условия для этой серьезной научной работы. и мы транжирили себя на огромное количество лекций, выполнения каких-то послушаний, участия у меня не касались деятельности сандальной комиссии по кандидатам святых, просветительской миссионерской деятельности вне стен Духовной Академии. И, конечно, эффект от этой деятельности был, но как ученым нам трудно было работать все последующие после вот 88-го года два десятилетия. Сейчас ситуация несколько изменилась, но мы, к сожалению, упустили очень много времени для превращения наших духовных школ, более всего, духовных академий в научно-исследовательские центры. Сейчас есть неплохая духовная семинария, хотя из 40 с лишних семинарий в нашей церкви таковых семинарий десятка не наберется. Петербургская одна из таких, но вот духовных академий, соответствующих своему безначальному статусу практически у нас еще не сложилось до сего времени. И, конечно, для меня это одна из проблем моей собственной жизни, потому что, в общем и целом, связав себя, конечно же, с историей, и здесь я, как видите, оказался последователем, мечтая узнать ту Россию, которую меня отняли, я так все время в русской проблематике и сидел, и должны были пройти многие годы, чтобы я понял, что история русской церкви, история России, это один из, может быть, даже не самых ярких эпизодов мировой истории христианства. Я во многом объявил себя, погрузившись исключительно в русский исторический контекст, и как историк, да и как священник, по существу, так и не получив фундаментального богословского образования. Мне, может быть, это позвучит парадоксально, как раз я буду, будучи на данном этапе, одним из самых остепененных в нашей духовной школе преподавателей. Я вот старый магистр богословия, я читал после кандидатской по богословию и магистрской по богословию. Будучи преподавателем, я защитил светскую диссертацию на искание в ученом степени, кандидатом философских наук. Формально я ученый, и реально, конечно же, нет. И я должен сказать, что сказаны мы когда-то как афоризм еще студентам слова наших преподавателей духовной не понимают, что они не ученые, применимы к нашему времени. Мы с отцом Януарем понимаем, что мы не ученые. Это нас выделяет от тех, кто почему-то считает себя учеными, не занимаясь по-настоящему научной работой. Но я хочу подчеркнуть следующее. Посвятив всю свою жизнь изучению истории русской церкви, изучению истории новомучеников, изучению истории России, я пришел к самому главному для себя выводу о том, что действительно не сводима история церкви к истории русской церкви, а история человечества, история христианства к истории христианства в России. И чем скорее мы поймем, что христианство это нечто более вселенское, масштабное, универсальное, чем то, что было в опыте нашей истории, тем лучше. Кроме того, одним из выводов для меня, как для историка, как для священника, стало то, что я понял, что та самая Россия, мечтами о которой я жил большую часть своей жизни, невосстановима, она утрачена навсегда, и что попытки связать церковные возрождения в нашей стране с возрождением России, это попытки ущербные. Мы должны помнить прежде всего, что церковь самодостаточна, и что церковь должна так или иначе помнить о своей миссии в любой стране, в которой она пребывает, в том числе и в такой неблагополучной, в той столь глубоко разрушенной стране, как современная Россия. Конечно, для меня очень значима была судьба русского зарубежья. Я довольно много, тем более, в 90-е годы это было очень легко, читал на эту тему, читал как историк, у меня возникли контакты с теми или иными представителями русского зарубежья, и далеко не случайно я был приглашен в начале нулевых годов, в самом начале нулевых годов на собеседование с представителями русской православной церкви за границей, потому что в общем и целом они мне уже были, я был как-то им известен. Известен благодаря чему? Благодаря тому, что еще в 91-м году в журнале «Христианское чтение» только что в установленном появилось в пяти его номерах моя такая пространная статья о взаимоотношении, о появлении русской православной церкви за границей. Эта статья была написана и по благословению митрополита Иоанна, который в момент возникновения приходов здесь зарубежнических попытался начать какой-то диалог с ними. И надо сказать, что хотя тогдашний мой взгляд на зарубежную церковь был несколько иным, чем сейчас, то, что я впервые в советской и в постсоветской России опубликовал их основные документы, из которых следовало то, как происходило появление, становление этой церкви, вызвало ко мне достаточно благожелательное отношение. Казалось достаточно объективным. И вот я помню, как в конце 90-х годов ко мне позвонил домой протерей Николая Артемов, сказал, что он несколько лет пытался найти мои координаты, чтобы выразить мне признательность, достаточно объективный текст, который, причем, не совсем согласен. Он позвонил в момент, как раз, когда я делал выписки из манифеста Комитета Освобождения Народов России, документа, который был первой декларацией власовского правительства и одним из трех составителей, которого был родитель отца Николая Артемова. О чем я ему и сообщил. А зачем вы это делаете? Спросил он. Так я буду цитировать вот этот документ на лекциях по истории России. И вас не прогонит из семинария. Удивился он. Нет, сказал. Я это был в конце 90-х годов. Ну и вот я действительно не случайно оказался в нашей довольно разношерстной компании на этих встречах. А затем я принял участие в поездке на всезарубежное пастырское совещание в Наяк в 2003 году, когда архимандрит Тихон Шевкунов, протерей Максим Козлов и я мы отправились туда на совещание, на котором были представлены практически все приходы зарубежной церкви. Это был диалог с их духовенством. Ну, я прежде всего, конечно, касался тем, связанным с работой комиссии по канонизации, потому что работа нашей комиссии позволила нам решить две из трех проблем, которые они видели в наших взаимоотношениях. Были прославлены новомученики, в том числе царская семья, а самое главное, прославив оппонентов митрополита Сергия как святых, вменив ни во что все прещения, которые наложил на них Сергий, мы продемонстрировали то, что мы уже не рассматриваем политику митрополита Сергия как единственное правильное и возможное, а значит требование покаяния какого-то нарочитого в сергианстве теряло смысл. Я помню вот эти выступления, дискуссии, которые были там, помню, как для меня это было очень отрадно, особенно, когда после одного из дискуссий в зале ко мне подошел, я уж не помню, кто-то один язык епископов обнял и сказал, что как вы могли сформироваться такой в Савдепе, ведь вы же настоящий белогвардеец по своему вероощущению. Потом посмотрел на архимандрита Тихона Шевкунова и сказал, откуда он вас такого выкопал? Тут мне надо было задуматься. Действительно, я говорил то, о чем думал, рассказывал о том, что я действительно делал, и о своих панихидах, по юнкерам, погибших в Петрограде в начале ноября 1917 года и о панихидах, которые, в общем, я служил регулярно вот по поводу тех, кто участвовал уже в борьбе с большевиками в годы Второй мировой, казаки, влацовцы. Это имело место, но для них это было знаками того, что если преподаватель духовной школы может, так сказать, говорить о таких вещах, совершать подобного рода освященно действия, значит, действительность, атмосфера в стране и церкви изменилась. Я общался только с зарубежниками, председателем, и русской зарубежнице, председателем Вселенского Патриархата, я имею в виду западноевропейский экзархат, бывал в Святосергиевском Богословском институте, и в общем и целом увидел, что все то, то великое значение, которое имела наша эмиграция на протяжении не одного десятка лет, все это осталось в прошлом. В зарубежье сходило на нет. И паблилие россиян, приезжавших из Российской Федерации Европы в Америку, чуть не подпитывало это самое русское зарубежье в плане продолжения тех традиций, которые оно жило, и которые, как казалось, сохраняло для нас. Поэтому я могу сказать, что мы действительно слишком поздно восстановили и церковное, и, я бы сказал, такое культурное единство с русской диаспорой, она уже совсем не та, и у нее потенциал совершенно не сопоставил с тем, каким он был в 20-е, 30-е, да, может быть, даже и в 40-е годы. Все пришло слишком поздно, и кроме их эпистолярного наследия, кроме богословского наследия, культурного, не остается уже ничего. Это, наверное, вполне объяснимое явление, другое дело, что сейчас все чаще раздаются голоса, что это наследие нам совершенно не нужно, как не нужны, например, Парижская школа богословия. Хотя в Парижской школе богословия проявилось все то лучшее, к чему мы пришли к началу 20-го века, и что так быстро, к сожалению, завершилось без соответствующей питательной, культурной, национальной, церковной среды в русском зарубежье. Мы остаемся либо в незнании, либо в нежелании знать наследие русского зарубежья, а русское зарубежье уже перестало существовать как активный носитель этой традиции. Поэтому, если она не будет воспринята нами, она уйдет, так сказать, в небытие культурное. Этому тоже нужно отдавать себе отчет. Ну, и, конечно же, изучение истории русской эмиграции во многом позволило мне понять, насколько, увы, уязвим, я бы даже сказал, исторически эфемерин оказался опыт вот той самой России, которую я продолжаю считать лучшим проявлением нашей, так сказать, культурно-исторического творчества. Я веду императорскую Россию, Россию периода империи 18-го, начала 20-го веков. Он, к сожалению, оказался очень уязвим исторически. Наша страна ведь рухнула, потому что она не выдержала войну, прежде всего, не в военном или экономическом отношении, а в отношении культурном, религиозном, так ни странно. И ответственность за эту церковь очень велика. То, к обрушению страны, которое произошло, разрушило то, что созидалось на протяжении двух предшествующих веков, очень основательно. И возрождающаяся сейчас Россия она больше будет напоминать московскую Русь. Ну, с учетом, конечно, определенного рода изменений цивилизационных, технических, которые произошли за это время в мире, но не императорскую Россию. Черты евразийства все больше и больше, я бы сказал такого, оправославленного евразийства все больше и больше проступают в ней, затмевая черты вот той самой православной империи, которой Россия попыталась стать к началу XX века. И здесь я могу сказать, что опыт двух предшествующих действительно для меня как историка, как священника очень важен. Это он разрушил многие мои стереотипы, вот, но он меня духовно отрезвил, а это самое главное, что следует иметь в виду христианин, а уж тем более пастырь, который размышляет, проповедует, пишет на темы, связанные с русской церковной историей, с русской историей вообще. Я думаю, что вообще многие традиции нашей церковной жизни разрушены. В провинции они разрушены еще сильнее, еще в столицах, но в Петербурге они разрушены более сильно, чем в Москве. Надо исходить, во-первых, из того обстоятельства, что в Петербурге репрессии были более в чем-то жестокими, чем в Москве. Что я имею в виду? Помимо того, что, например, население Петрограда в годы гражданской войны уменьшилось наполовину, не потому, что погибло очень много, погибло, конечно, много, но люди покидали город, были очень тяжелые обстановки, в частности, голод. Наряду с теми репрессиями, большой террор, который имел место в 1937-1938 годах, был такой очень важный этап 1934 года, когда после убийства Кирова из города было выслано 50 тысяч людей, у которых происхождение как раз, происхождение которых и было, собственно, петербургским, вот эти самые бывшие. Вот тот слой, который, в общем и целом, был носителем какой-то более высокий, в том числе, церковной культуры. Кроме того, надо помнить, что антисерегианская оппозиция Ленинграда и осифляни, они стали подвергаться репрессиям еще в 1928 году, а потом огромное количество людей было выслано в 1934 году, как я сказал, 50 тысяч. Конечно, большой террор, а потом блокада. подавляющее большинство современных петербуржцев не имеют никакого отношения к этому городу, ни к его традициям в том числе. Более того, будучи выходцами из Ленинградской, Псковской, Новгородских областей, более отдаленных мест, они, оторвавшись от своих корней, что называется, от ворон, от старых галкам не пристали. Это люди пришлые. Обратите внимание, вот даже склир нашего города, там потомственных священников, да еще с петербургскими корнями почти не найти. Практически их нет. Два-три исключения, у которых были бы предки еще до революции в Петербурге священниками. Сравните в этом отношении допустим с группой, которая руководит Свято-Тихоновским университетом. Отец Владимир Воробьев, отец Дмитрий Смирнов, отец Александр Салтыков. Отец Сергий Правдолюбов. Вот опять-таки у нас такого слоя потомственных интеллигентных священников не сохранилось. Поэтому в значительной степени в клире, особенно в советское время, доминировали пришлые жители деревень, преимущественно украинских. Это наложило определенного рода отпечаток. И вот как-то мы сидели с отцом Владимиром Мустафиным, размышляли об академии, и пришли к выводу, что она была в 80-е годы в смысле своих преподавателей гораздо более интересной и яркой. Архиепископ Михаил Мудзюгин, протеерей И поэтому мы можем говорить о том, что вот подобно этому храму, в котором интерьер совершенно современен, наша церковная жизнь рождается в каком-то смысле слова без глубокой корененности в почву. Может быть, это даже хорошо. Знаете, насколько легче в старом храме, вот таком красивом, величественном спрятаться от самого себя. И насколько вот в таком храме, как этот, вот такими окнами, как аквариум напоминающий, труднее это сделать. Здесь церковь такая, какой составляют люди, пришедшие в этот храм. И вот то, что мы оказывали сейчас в каком-то смысле слова в культурно-исторической пустыне на фоне вот этих петербургских храмов, дает нам возможность гораздо более реалистично увидеть сами себя. Мне кажется, что вот это обрушение преемственности церковной, оно, конечно, очень тяжело, но не фатально для церкви, если церковь будет оставаться церковью. Мы живем не лишь традицией и преемственностью, мы живем прежде всего Христом, который во все времена остается неизменным, готовым войти в нашу жизнь и проявить себя в нашей жизни. Поэтому не надо так печалиться по поводу разрыва культурно-исторической преемственности. Это говорю я, историк, человек, который многие годы только и пытался обучать будущих священников, приобщая их к церковной жизни, к церковной мысли через историю русской церкви. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова